К новостям культуры в городе открылась выставка подделок ручной работы особенных кунгуряков. Ее организаторами стал благотворительный фонд «Кунгур. Территория добра», который уже не первый год занимается с детьми, инвалидами и дает им площадку для самореализации. Новые работы юных талантов разместились во Дворце культуры машиностроителей. Чему посвящены работы детей, узнаете прямо сейчас. В этом году в рамках православной инициативы благотворительный фонд «Кунгур. Территория добра» выиграл 209 тысяч рублей. На эти средства они закупили специальную мебель, приобрели констовары и развивающие игры. Одним словом, полностью оборудовали помещения для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Первые плоды их труда уже можно наблюдать на различных выставках. Дети плодотворно развиваются и делают успехи в разных направлениях искусства. Сегодня, уже в преддверии Дня инвалидов, за эти полгода, мы сделали изумительную выставку наших детей особенных, которые состоят в ассоциации «Дар, дети, ангелы, радости». И хотим поделиться со всеми жителями города Кунгура и показать свои произведения. У этих развивается мелкая моторика ручек. И некоторые даже дети, они хотят уходить с занятий, чтобы продолжалось это все больше. Им очень понравилось в последнее время заниматься докупажем, где они из бросового материала, из всяких дощечек, из бутылок создавали вот такие изумительные шедевры. Особенно удивляют детские поделки из глины, которые не только радуют глаз, но и способствуют развитию моторики рук. А также вырабатывают у юных кунгуряков усидчивость и формируют замечательную привычку доводить все начатое до конца. Отметим, что такие занятия вызывают интерес и у взрослых. Дети вместе с родителями с удовольствием лепят, рисуют и занимаются рукоделием, что, несомненно, помогает взрослым быть на одной волне с их чадами. Мы занимаемся лепкой из глины. Лепим разные абсолютно задания. Начинаем с лепки простых лепус. Потом мы лепили снежинки. Затем мы стали лепить вот зверюшек. Они вот здесь представлены, их можно потом сказать. Ну и потихоньку, да, у нас успехи уже есть. Конечно, у всех по-разному. Кто-то у кого-то лучше, у кого-то чуть поменьше успехи, но, тем не менее, у всех есть. Дети ходят с интересом. Двери Дворца культуры машиностроителей всегда открыты для всех желающих приобрести разного рода навыки. Отметим, что здесь занимаются не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и обычные ребята. Выставки их работ можно наблюдать в большом количестве, но на этом они не собираются останавливаться. Дети всегда готовы к новым воплощениям своих творческих идей. Анна Качанова, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Спасибо. Спасибо.